Среди авторов журнала несколько публикуются впервые в Иерусалимском журнале. К сожалению, замечательный поэт Михаил Дымкин, возвращаясь к этому списку впервые публикующихся, он не смог приехать на этот вечер. Прекрасный прозаик Леонид Гершович, немножко далеко до нас, он живет, несмотря на свой израильский паспорт и службу в израильской армии же обороны, он живет последние годы в Германии и так далее. Я думаю, что если кто-то, кто не купит журнал, он в ближайшие 2-3 дня его сможет увидеть в журнальном зале и читать виртуально в свое удовольствие. Но Нелли Воскобойников впервые, значит, участвующая, то есть она беседается не впервые, у Нелли вышла книга прозы с таким, с таким крутым названием, очень маленькие трагедии. Ну, там только, ну, не хватает, ну, очень маленькие, да. И я попросил Нелли тоже, помимо рассказа, прочесть любимое стихотворение Сулузского. Я повторяю, что у нас будет время, если кто-то вспомнит, то, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу к этому стихотворению немножко маленькую предысторию. Есть один такой очень известный русский советский поэт, очень известный. Просто замечательно известный, его все обожают, публика его любит, Путин его любит, там, в Карнеге Холе он выступает. Ну, так, немножко на Осадово похожий, вы меня понимаете. Я с ним... Что? Еще, еще. Еще ближе. Я с ним как-то говорила о поэзии, ну, о чем я могу поговорить с великим поэтом. И я ему сказала, что вот я люблю Слуцкого. А он мне ответил, знаете, Слуцкий, он так суховат. И вот сегодня, листая этот журнал, я узнала, что это... Существует такое мнение среди поэтов, что его не все любят. Это было для меня поразительным откровением. Слуцкого, оказывается, кто-то считает суховатым. Вот поэтому я прочту это стихотворение. Кстати говоря, издание его новой книжки, прям-таки, ну, это же книжка, то, что вы издали, прям-таки провоцирует это стихотворение. Блокирую действительность, исправляю стихи. Перечесть, удивительно, и смирны, и тихи, и не только покорны всем законам страны, соответствуют норме, расписанию верны. Чтобы с черного хода их пустили в печать, мне за правдой охоту поручили начать. Чтобы дорога прямая привела их к рублю, я им руки ломаю, я им ноги рублю, выдаю с головою, лакирую и лгу. Все же кое-что скрою, кое-что сберегу. Самых сильных и бравых никому не отдам. Я еще без поправок эту книгу издам. Благодаря вам. Я самый крошечный свой рассказик. Ну, тут такое дело. Я написала книжку очень-очень поздно. И так вот, знаете, на голубом глазу послала ее в Агерус. Не больше, не меньше. А они мне ответили, что, в общем, те все хорошие. Но если это кому-то... Что-то не так? Если это кому-то и будет интересно, то и русскому читателю. А вот, может, в Израиле где-нибудь. Вот вы сейчас и ответите за то, что в Израиле это должно быть интересно. Раз уж так, я самый отвязный рассказ, самый крошечный привезла для вас. Называется «Стрелы ее, стрелы огненные». На днях перечитывала Саламис Куприна. Ах, это так же прекрасно, как было, когда мы читали в первый раз свои 12 лет. Ложи наши, зелень, кровля кедры. Как невыносимо хороша Саламивь, как прекрасен и мудр царь, как упоительные рассказы сплетает он, чтобы развлечь и успокоить свою возлюбленную. А какие драгоценности дарил ей Соломон и рассказывал в мудрости своей о своих свойствах и особенностях каждого камня. Вот Сапфир, возлюбленная моя, жрецы Юпитера в Риме, носят его на указательном пальце. Эй, минуточку, какие жрецы? Какой Юпитер? Какой Рим? До основания Рима осталось 200 лет. Еще не родилась прабабушка той волчицы, которая выкормит Ромула и Рема. И Юпитер, похоже, еще не родился. Во всяком случае, пастухи, пастущий коз на склонах Капитолия пока о нем ничего не знают. И во мне просыпается древняя, как царь Соломон, еврейская спесь. И я думаю, да, вот это уже политически некорректно, то, что я думаю. Спасибо. Спасибо.